Буназива Молдова. Добрый день, дорогие друзья. Всем привет. Сегодня такой знаменательный день. И знаменателен он по двум причинам. 1-е, 7-е апреля. 7 апреля 2009 года, ровно 13 лет назад, парламент Республики Молдова, президентуру Республики Молдова разгромили, разорили и сожгли проевропейские, прозападные вандалы, мародеры. Люди под румынскими флагами, под флагами Румынии, под европейскими флагами, под флагами ЕС, под американскими флагами, под флагами США, вырывали здания, громили эти самые здания, выносили оттуда мебель, выносили оттуда технику, били и сбивали полицейских. Все это называлось, как это там, революция достоинства или что-то вот такое в этом роде. Не знаю, что в этом было достойного, но вот сегодня 13 лет исполняется этому знаменательному событию. Второе событие, вот, наверное, к этому, к первому событию приуроченное, это заседание так называемого парламента Республики Молдова. На самом деле это просто сбор прохиндеев, воров и коррупционеров, которые там заседают. Так вот, сегодня эти самые воры, коррупционеры, заседающие в парламенте, решили принять несколько законодательных инициатив, которые, по сути, вот продолжают те мародерские действия, которые делались 7 апреля 2009 года. Сегодня в парламенте депутаты намерены запретить несколько вещей. Первая вещь. Они намерены запретить право на свободу слова. Они намерены запретить саму свободу слова. Это называется борьба с дезинформацией. То есть, если закон будет принят отныне, все заявления, которые ты говоришь, которые не нравятся власти, все антивластные заявления, все пророссийские заявления, все пророссийские точки зрения, не только в прессе, не только в СМИ, но и в социальных сетях, и просто на улице, будут наказываться по закону. Физическим лицам там порядка 22,5 тысяч лев предлагается штраф, а в СМИ, прессе там штрафы поболее. Там до 100 тысяч, запрет лицензии, запрет навещания и прочее, прочее, прочее. Это первый законопроект. Второй законопроект, там речь идет о запрете 9 мая, о запрете Дня Победы, о запрете символики Дня Победы. Это речь идет о георгиевской ленточке, которую собираются запретить, поскольку они видят в ней символ советской так называемой оккупации. Будут запрещать празднование 9 мая, будут запрещать на 9 мая использовать советскую символику, советские песни, советскую музыку. Просмотр советского фильма на 9 мая будет приравнен к преступлению. Вот сегодня, вот сейчас конкретно в парламенте Республики Молдова рассматривается вот такой законопроект, рядовый. Ну и третья речь, которую сегодня рассматривают вот эти так называемые депутаты, я их называю депутаны и депутутки, касается целых двух букв алфавита. А буквы С и буквы В. В связи с тем, что Россия сейчас использует эти две буквы латинского алфавита, эти самые две буквы попали под санкции. И молдавские депутаты решили от них избавиться, запретив их использование. Не знаю, как это будет реализовано, но тем не менее, им виднее, они же депутаты. Вот, короче, как-то так. 7 апреля, Кишинев, 2022 год. Я так подозреваю, что это последнее, одно из последних моих видео, которое будет ненаказуемо уголовно. Следующие видео, видимо, будут уже штрафоваться, будут наказываться. Ну, посмотрим. Так или иначе, я уверен, что, что бы они сегодня не приняли, даже если они примут все эти три законопроекта, даже если они все запретят, начнут бороться со всем этим, то не захлебнуться, ребят. Я уверен, что к 9 мая вся страна в этом случае, в случае запретов подобных, будет с литерой З, с литерой В, с георгиевской лентой и под советскую музыку идти к мемориалу Вечность в Кишиневе или к другим мемориалам по всей стране. Либо же с этими же самыми буквами З и В. Люди придут к парламенту и к президентуре и спросят законотворцев, вы что творите, уроды? В общем, так или иначе, ждем окончательного решения, окончательного голосования в парламенте. Следим за ситуацией. Кишинев, 2022 год, 7 апреля.